Всем привет! Сам я устал очень сильно уже от Word, и давайте немножко поднимаемся Linux практическим. Сейчас мы с вами восстановим просто Samba и сделаем самую простую конфигурацию, для того чтобы у нас пользователи могли иметь доступ к файлам на Linux сервере. То есть у нас задача сейчас сделать простейший файловый сервер на Linux. Если помните, в прошлое занятие мы с вами разбирались, как нам организовать дисковое пространство. Мы сделали с вами RAID и разобрались, как с ним работать. Давайте, чтобы освежить ULAS и у меня в памяти, мы поглядим с вами на файлах etc.fs.tab. Видим то, что да, у меня есть некий new RAID. Вот он. И этот new RAID, не то я вам совершенно выделяю сейчас, вот он у меня new RAID. И этот new RAID у меня монтируется в папку data. В корневую папку data. Давайте поглядим корень наш. Есть у нас корень, в корне у меня действительно есть data. Вот эта папочка. Глянем в эту папку. И в этой папке у меня есть, вы видите, несколько файлов. Мы с вами в прошлый раз их создавали. Давайте я погрохаю, не нужны мне файлы. Готово. Итак, у меня сейчас я нахожусь в папке data. И папка data ведет у меня на мой RAID массив. И на этом RAID массиве я уже могу создавать какие-то папки, которые я хочу делать общими. Например, я могу здесь создать папку, не будем придумывать, shared. Я ее назову. Вот такая папка shared. Мы с вами уже проходили по LP команды различные, которые нам показывают права на папки и на файлы. Вижу то, что есть у меня папка shared. И у нее есть полный доступ у моего пользователя. Пока заморачиваться ничем не будем. Видим то, что я и владелец, и группа владелец. И у меня, как у владелец, и как у группы владелец есть полный доступ. У всех остальных есть доступ и только на все эти папки. Нам будет этого, пожалуй, достаточно. Давайте приступим к тому, что сейчас установим пакет, который нам нужен для организации файлового сервера. Вообще есть у нас SAMBA 3, SAMBA 4, SAMBA 3.5. Различные версии SAMBA. Новая версия SAMBA хороша тем, что она вообще может быть использована для создания контроллера домена на базе Linux. Нам сейчас нужно просто создать файловый сервер. У нас тема серии уроков этих – это файловый сервер. Так вот, для того, чтобы нам установить SAMBA, нам нужно ее установить. Давайте напишем супереверду. abget install. Собственно, SAMBA просит 50 мегабайт скачать. Конечно, Y прекрасно у нас установилась SAMBA. Конфигурация SAMBA у нас находится в файле etc.samba.smb.conf. Давайте мы этот файл… Давайте поглядим, во-первых, эту папочку. etc.samba. И здесь у нас есть файлик, вот он, smb.conf, который определяет конфигурацию всего файлового сервера. Настройка SAMBA осуществляется исключительно редактированием вот этого файла конфигурации. Давайте мы его скопируем на всякий случай, чтобы с ним, если что-то случилось, если мы что-то на продаче, можно было его вернуть. Скопируем его под именем original. smb.original.conf. И так, да, конечно, я знаю, опять права суперпользователя, как обычно. Скопировали. Можем теперь посмотреть наш файл конфигурации smb.conf. Вот такой вот загадочный файл конфигурации smb.conf. Не очень удобно он нам виден через кат. Давайте, наверное, откроем его при помощи V. Там мы сможем уже видеть все-таки подсветку. V у нас умеет подсвечивать синтаксис. Тут уже все посимпатичнее, поприятнее. Так вот, у нас все осуществляется редактированием вот этого самого файла. Есть очень хорошие мануалы по этому файлу. Я вам брошу, наверное, в комментариях к видео эти мануалы. Суть в чем? У нас есть общие настройки файлового сервера, которые начинаются с вот этой вот global. Если у нас в квадратных кнопках написан global, дальше у нас идут все возможные параметры, которые нам могут пригодиться. Как всегда, решетки обозначают документированные строки, которые никак не считываются интерпредатором команд вообще. Смотрим, что у нас есть. И давайте я сразу вам покажу, что нам пригодится. Значит, в воргрупп, к какой рабочей группе относится наш самбо сервер. Если мы работаем с доменом, нам нужно менять это значение и добавлять самбо в домен. Мы пока это не делаем. Будем делать через несколько занятий. Оставляем по умолчанию. Сервер стринг. Это как будет называться наш сервер, если мы будем через два слоя к ним подключаться. То есть, грубо говоря, имя сервера по сети. Здесь мы можем, например, отредактировать, написать, например, давайте напишем, не знаю, файл сервер. Самбо, нормально, Ubuntu нам не нужно. Самбо, давайте напишем, сейчас, наверное, Malo Office, например. Ну, просто, чтобы показать, где у нас что изменится. Дальше смотрим, что у нас есть. Огромное количество закомментированных строк. Мы сейчас на них не обращаем внимания. ДНС прокси нет. Я приятно, у нас есть NetBIOS протокол. Оставляем по умолчанию. У нас задача в этом уроке просто запустить самбо и проверить то, что надо работать. Логи, размеры логов, что делать в случае паники. Роль сервера. Очень хорошая роль. Вы видите, что у нас есть несколько вариантов ролей сервера. Это выделенный сервер, член чего-нибудь, например, может быть, контроллер домена и так далее. У нас роль отдельный просто сервер, который будет использоваться как сервер баз данных. Следующая строчка очень важная. Это Password Database, где у нас хранятся пароли. У нас по умолчанию стоит TDB-сам. TDB-сам – это встроенная база данных. Trivial Database – обычная простенькая база данных. Нас она сейчас встроит. Если мы будем догонять самбо в домен, мы меняем эту строчку. PAM ниже. Настройки PAM. Ограничений PAM. Пусть тоже остаются. Это с подключаемым модулем антификации. Куча библиотек, которые позволяют нам работать через антификацию IP. Нам тоже все здесь не нужно трогать. Оставляем по умолчанию. Пароль, который используется, программа, которая используется для проверки паролей. Как выглядит диалог паролей. Все это не трогаем. Нас это все полностью устраивает. Оставляем все-все-все по умолчанию. Мы можем вообще все стереть и создать конфигурацию простенькую из нескольких строчек. Но у нас уже есть готовый файл. Почему бы его не оставить? И вот дальше у нас уже начинаются настройки папок общего доступа. Вы видели, там наверху вся секция относилась к настройкам Global. А теперь у нас есть отдельные настройки. У нас есть настройки для принтеров. Если у нас есть принтеры на этом сервере, мы можем их шарить отсюда. Тоже пока этим не занимаемся. А можем создать свою общую папку. Этим я вам предлагаю сейчас и заняться. То есть у нас есть с вами папка Shared. По-моему я ее создал. Давайте сделаем отдельную секцию для новой папки общего доступа. Назовем ее, не знаю, Shared Folder номер 1. Выкрываем квадратную стопку. У нас подсветилась желтеньким. Прекрасный синтекс. Табуляция. Коммент. Это как у нас будет называться эта папка по сети? Ну, все что угодно можно писать. Сам, Shared Folder. Пусть будет. Дальше. Самый важный параметр. Путь к этой папке. Путь к папке у нас простой. У нас есть папка даты, если не ошибаюсь. Мы сейчас смотрим в начале занятия. И в этой папке мы создали папку Share. Вот это у нас и будет путь к нашей общей папке. Надеюсь, у меня там у нас большую букву тоже была написана. Дальше. Параметр. Очень полезный параметр. Наследование. Сейчас. Inherit. АЦЛС. Наследование АЦЛИК. АЦЛЬК это Access Control List. То есть, если у нас есть какая-то настройка безопасности для вышестоящей папки, то все вложенные в нее файлы будут наследовать эту безопасность. Если мы не включим этот параметр, то у нас будет работать та самая маска файлов и папок, о которой мы уже говорили в нашем ау-пике. То есть, по умолчанию желательно включать Inherit АЦЛС. Так будет проще. Дальше. Сделать ли эту папку доступной для записи в нее? Опять же, если мы используем это как какой-то файлообменник, как я чаще всего использую самбу для охранения резервных копий, если у меня нет какой-то сложной вактуализации, то я, конечно, делаю Writable Yes. Если у нас есть просто какое-то огромное количество документов, которые используют только для чтения, не знаю, какие-то реквизиты, компании, что-нибудь такое, какие-то такие данные, которым имеется доступ только для чтения, мы здесь пишем Writable равен No. Дальше. Важные параметры. Valid Users. Пользователи, которые имеют право вообще работать с этими папками. Мы сейчас создадим, добавим только одного моего пользователя. В дальнейшем будем разбираться, как все добавлять в группы, и как настраивать амутификацию из домена и так далее. Итак, действительный пользователь будет только я. ReadList. То есть, те пользователи, у которых есть доступ только на чтение. Давайте тоже добавим меня. И пользователи, у которых есть доступ только на запись. Ну, в смысле, на запись и на чтение, само собой. Тоже буду я. То есть, у нас такая простая-простая конфигурация для нового пользователя. Опять же, говорю вам, этого, как правило, достаточно, если мы делаем просто какое-то огромное хранилище, и у всех пользователей одинаковый уровень доступа. Будь то резервные копии или какая-то файловая помойка большая. Escape ZZ. Сохраняюсь. Прекрасно. Есть очень хорошая утилита, которая позволяет нам проверить конфигурацию. TestParm она называется. TestParm. Она проверяет конфигурацию самбы, и если там что-то плохо, она нам или подсказывает, или сама автоматически меняет. Очень хорошая утилита. Что она у нас делает? Считывает, вы видите, конфигурационные файлы самбэ.conf. Видит то, что у нас есть лимит в 1024. Поднимает этот лимит для Windows-овского лимита в 16000 с чем-то по подключениям. Проверяет секции, какие у нас есть, и говорит то, что все прекрасно. Предупреждает то, что некоторые share names у нас длиннее, чем 12 символов. То есть вот эту вот длинную папку, я так по-дурацки назвал, просто проверить, сработает или нет. Говорит то, что старые клиенты, такие как Windows 90 какой-нибудь, Windows Millennium, или SMB-клиенты, которые были до третьей самбы, то есть очень древней машины, могут у нас немного в этом месте подтупить и не увидят эту шару. Ничего страшного, нажимаем Enter, и он нам показывает дамп, то есть все настройки. Дамп он показывает, каким образом он не отображает те строки, которые были закомментированы решетками. И мы видим только те настройки, которые остались не закомментированы. То есть вот у нас по умолчанию так выглядит моя самба. Теперь важный момент. Несмотря на то, что у меня в базе данных уже в моей, на моем Linux есть мой пользователь с моим паролем, все равно моего пользователя с моим паролем в самбу не пустят. Я должен добавить этого пользователя в базу данных самбы. И тогда самба сможет давать доступ к этому пользователю, к тому, на что я это разрешение давал. Команда smb, password. smb только. password. И эта команда с ключом минус e добавить, добавляет пользователя моего. Если я здесь напишу какого-нибудь другого пользователя, команда споткнется и скажет, что в принципе у меня в Linux нет такого пользователя. Теперь я вижу то, что она видит, что у меня есть мой пользователь. И говорит, веди для него пароль самбы. То есть мой пользователь для входа в систему может иметь пароль отличный от того пароля, который будет использоваться для общего доступа по сети. Давайте так и сделаем. Делаю раз, два, три, четыре, пять, шесть пароль. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Добавил пользователя. Он пишет нам, что пользователь добавлен. И теперь, после того, как мы вносим Какие бы то ни было изменения В самбо, нам нужно перезапускать ее службу Для этого у нас есть команда Мы тоже по лупику проходили Сервис самбо демон Рестарт А конечно же у меня нет Как обычно прав, а я тут развлекаюсь Вот и прекрасно, все получилось Сервис самбо у меня спокойненько рестартанул Я забыл супер юзер, был вначале записать После того, как сервис рестартанул У меня есть уже общий доступ к этой папке Очищу экран Проверю айпишник с сервером Прекрасно И давайте имя сервера Потому что мы будем аунифицироваться по имени сервера А я так просто его назвал Пробую с восьмерки 192 168 97 40, кажется, показался мне там айпишник Сразу вижу share folder number one Та папка общая, которую мы создали Пробую в нее зайти Он спрашивает у меня имя пользователя и пароль Пользуя у меня семая 3456 И попадаю в эту папку У меня должен быть здесь полный доступ на все Ну, поэтому я могу здесь создать под папку Не знаю, давайте напишем Создал Windows 8 У меня здесь есть разрешение на создать текстовый файл Например, какой-нибудь, не знаю, ридми То есть вот я сейчас нахожусь на своем Linux И прекрасно на это все работает Я могу эту сетевую папку, например, взять и подключить как сетевой диск Ни каких проблем У меня уже будет доступна эта папка И у меня есть свой уже файловый сервер Linux Простенький Пробуем Subbuntu через тот же самый проводник Так будет проще всего Можно поискать в сетке У меня в сетке полно разных устройств Поэтому сразу пишем Connect to server Сервер у меня так и называется сервер Но у меня не настроены никакие DNS И поэтому я пишу 192, 168, 97, 40 Пробуем и законнектиться Видим, у меня есть та самая папка общего доступа с принтерами Ну, которая у меня никак не настроена На винде ее не было видно И share folder number one Пытаюсь я в нее залогиниться Указываю пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 И вижу папку, которую я создал с Windows 8 Вижу файл ридми Могу в этот файл ридми зайти Что-нибудь в нем поделать Сохранить Могу этот файл закрыть Могу точно так же здесь создать новую папку Тут у меня русского языка, по-моему, нет Или есть Нет, нету Поэтому я пишу Created from Linux Ридми оставлю, как он и есть И теперь, если я на своем сервере полезу в свою папку data В папку, как она там у меня Share Я вижу там и то, что я создал Давайте красивее сделаем И то, что я создал с Винды И то, что я создал с Винукса И мой обычный текстовый файл Мы тоже видим То есть все это есть у меня на моем сервере И все это доступно нашим машинам в локальной сети Если они ведут правильные логины пароль Подводим итог Значит, для того, чтобы создать файловый сервер Нужен пакет Samba Мы устанавливаем пакет Samba После этого у нас появляется файл smb.con В папке Samba Которая отвечает за конфигурацию этого сервера Samba Мы делаем на всякий случай его резервную копию После чего просматриваем все параметры Мы там не трогали ничего Все ставили по умолчанию Только внизу дописали отдельно секцию Для нашей папки общего доступа В квадратных скопах Написали название папки Как она будет называться И написали, где эта папка находится И у каких пользователей Какой доступ будет куда После чего командой smb.password Добавили существующего Linux пользователя В базу данных логинов паролей Samba Командой test.parm проверили Насколько у нас корректна конфигурация файла smb.conf После чего перезапустили сервис Samba И начали уже проверять Как мы подключаемся к этому файловому серверу Linux С винтовой машиной и с Linux-овой машиной Дальше будем усложнять